Продолжение следует... 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 в связи с аннексией Крыма Российской Федерации. Думаю, что это правильное решение. Я приветствую и Украину, и украинцев, и все международное совместительство с этим решением. Это единственный инструмент, каким образом мы можем держать Российскую Федерацию за столом переговоров и обеспечить выполнение взятий на себя обязанностей по Минской угодке, а также освободить Крым. Своего боку, хотел бы еще раз наголосить, что Украина прагне миру, докладает максимум за цель. Мы являемся отдаем выполнению Минских договоров, которые в одном из своих выступов также приветствовал и Папа Римский Франциск. И сегодня я, в ходе нашей встречи, слышу слова вашей поддержки. Дуже спасибо вам за это. Особливую увагу в контексте международной поддержки Украины я попросил Святой Престол звернуть на сопряжение в отримании украинскими гражданами безвизового режима до страны Евросоюза. Это важное решение, которое мы ждем от Европейского Союза. И я дякую за полную поддержку с боку Святого Престолу всех прагнений украинской державы и украинского народа. Я уверен, что авторитет Ватикану сделает свой внесок в самое быстрое принимание для соответствующего решения, необходимой передумов, для которого, наголошую про это еще раз, Украина выполнила в полном объеме, что подтверждается и подтверждается соответствующим решением оценочной миссии Европейской комиссии в внесенных в соответствующих законодательных пропозициях. Безвизовый режим безумовно сприятима в том числе и религиейному паломництву украинских верующих одним из центров, в котором есть Ватикан. Хочу наголосить, что мы подчас нашей встречи обговорили и вопрос финализации бетификации митрополита Андрея Шептицкого. И я еще раз подтвердил мое запрошение Папе Римскому Франциску отведать Украину в удобный для него час. Хочу наголосить, что мы будем рады вітать его святость на украинской земле. Дякую вам за увагу. Добрый вечер всем, пане президенте. Я очень благодарен за добрый вечер, за вашу гостинность в эти дни, за встречи, которые я также имел с другими представителями влады в вашей стране. Мне кажется, что это были очень сердечные и результативные встречи, на которых мы обговорили много вопросов, которые касаются Украины и отношений между Украиной и Святым Престолом, как вы и сказали в вашей промове. Как вы знаете, я приехал сюда специально для того, чтобы показать и засвідчить интерес и любовь и увагу Папе Франциска до тех, кто постраждал в этой стране через войну, через конфликт на сходе страны. Вчера я мав возможность провести целый день в Запорожье и встретиться с внутренне перемещенными людьми, провести достаточно тривальные встречи с ними, почути их. Я был очень завороженными свидетелями и их рассказами. Папа Римский хотел, через эту инициативу, милости и добродойности. Мы не забываем о том, что католическая церковь проводит год милостей. И это относится всех людей, которые страждают и потребуют помощи. Папа хотел показать интерес, помощь в Украине. Я думаю, что такая инициатива не имеет много прецедентов в истории Святого Престолу. Цей визит, на мою думку, мае цель привернуть увагу знову, увагу Европи и Международного співтовариства до ситуации в Украине. Для того, чтобы все почули интерес и струбованность до ситуации, которая здесь происходит, и до ее последствий на уровне страны и региона, а также у этого мира. С нашей стороны, мы имеемо обязанность к благоденности, которая, конечно, поддерживается местными церквами, обома гилками католической церкви и римской и греко-католической церков. И эта инициатива открыта для сотрудничества всех желающих людей доброю воли. Также я хотел бы подкрасить снова, что Святий Престол воляет помогать в гуманитарной сфере, для того, чтобы решить проблемы, про которые Вы заявили о Вашей промове, для того, чтобы поднять голос, чтобы найти шлях через переговоры до решения конфликта. Мы глубоко уверены, что только диалог между сторонами может помогать достигнуть мирного решения. И мы очень надеемся, что этот диалог восстановится и принесет плоды на добро Украины и миру в этом мире. И Святий Престол хочет поднять голос для того, чтобы выступать за диалог, за переговоры и пошук решения, соответственно, международного права, все, что касается кордонов и территории Украины. Я бы також хотел передать Святому Отцу, передать запрошение, которое Вы ему висловили, отвезти в Вашу страну. И как только час настанет, то, конечно, этот визит будет. Я також передам ему те прохания, которые Вы передали. Дякую Вам очень, Пане Президенте. Президенте.